Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели! Сегодня на ленинградском интернете Левини в гластях человек известный, известный всем пользователям российского левого интернета, китаист, крупный специалист по китайской политике, идеологии, культуре и юриспруденции, не побоюсь такого слова, Санаджил Кибаев. К сожалению, он у нас не такой частый гость, потому что живет в Оренбурге, но сейчас, будучи на берегах Невы... На революционных берегах Невы. Да, это же город трех русских революций. Я подчеркиваю, всегда, проходя мимо этих царских построек... Предложил нам сделать программу, мы с ним обсудили возможную тему и подумали, что она будет интересна для наших зрителей. К сожалению, очень многие, даже знающие Китай, суют о Китае, прежде всего, по китайскому официозу, официальной точки зрения на его историю, к сожалению. И, в лучшем случае, знают три важнейшие фамилии на сегодня по истории Кайнер. Это Мао Цзэдун, как основатель Кайнер, Дэн Сио Пин, как великий реформатор, в кавычках. Мы это вообще обсудим, какой он был реформатор, или был ли он им, а может, он их и не был никогда. И, конечно же, нынешний великий вождь, Учитель Солнца, почти реинкарнация Мао Цзэдуна, Си Цзиньпин. Но между этими тремя личностями было огромное количество иных личностей, которые занимало, так или иначе, и формально высшие посты в партии государств, и неформально, что более, наверное, важно, обладало очень высокой ролью на китайскую политику. Но о которых, в силу тех или иных причин, китайская официальная историография не любит особо распространяться, тем более иностранцам. Особенно в последние времена, когда вообще какая-либо информация о Китае для зарубежного потребителя максимально закрывается в последние годы. И даже эта рука Китая распространяется на зарубежные источники информации. Ну, например, очень распиаренная тема, как китайский отдел идеологии ЦК КПК купил то ли Кембриджский, то ли Оксфордский ИСТФАК, чтобы они издали правильное усуществление КПК, историю КНР в новом издании своей ежегодной всемирной истории. Вот так вот. А, например, в нашей стране в прошлом, кажется, году был большой приезд Сиземпина в Москву, и по просьбе китайской стороны стремительно стали закрываться архивы Коминтерна в отношении КПК для изучения нашими и другими исследователями. И это, к сожалению, очень симптоматично о самом Китае сегодня. И поэтому мы как раз и хотим со своей так скромной роли приоткрыть завесу некоторые тайны или полутайны с персонажей, с иных персонажей китайской истории, персонажей истории Компартии Китая, которые отличались от этой тройки и намного отличались в лучшую сторону, прежде всего в отношении нашей страны и всего мира. Такие, как Ху Яоба, например. То есть, как говорил товарищ Ху, правдой против мифов. Ну да, да. Тогда давайте начнем. История Компартии Китая ведет свое начало с 1921 года, с 1 июля, учредительного съезда. И, вопреки мифологии, у истоков ее стоял отнюдь не Мао Цзэдун. Первым китайским марксистом был товарищ Ли Даджао. Тот, с кого началось марксистское просвещение в Китае, профессор в Пекине, переводчик на китайский язык работ классиков марксизма, прежде всего Маркса, Энгельса и Ленина, а других теоретиков, например, деятелей немецкой социал-демократии. Создатель первых марксистских кружков, которые в 1921 году объединились в Компартию Китая. Да. Профессор Ли Даджао был несгибаемый коммунист, и совсем молодым, ему, по-моему, 40 лет было, его казнили, зверски повесили в Пекине местные милитаристы. Ворвавшись в советское консульство или посольство, я забыл. Да, в 1927 году дело было. Совершенно без пределов, грубо говоря. Да, да, да. Именно он всегда подчеркивал уроки русских большевиков и Октябрьской революции для Китайской революции. И поэтому при Мао Цзэдуне он находился в забвении. Фактически, вот мы уже сейчас переходим к Хуяо Бану, политическая реабилитация, в полном смысле этого слова, профессора Ли Даджао состоялась благодаря усилиями Хуяо Бана, как генерального секретаря ЦК КПК. И я помню, когда в 1987 году отмечалось столетие со дня его рождения, в Китае был снят художественный фильм о нем, который тогда же, эта редкость еще была для 1987 года, вы-то Санат не помните по возрасту, а я помню, был показан с огромной помпой по первому каналу советского телевидения. И вот там была показана вся его деятельность, вся его борьба, его трагическая гибель, как его там вешают милитаристы, палачи. Так что Ли Даджао. Понятное дело, что на первом съезде КПК активнейшую роль играл Гюнтер Маринг. Это коминтерновский псевдоним голландского коммуниста Хенка Снефлета. Фигура, кстати, достаточно легендарной. Основателя трех коммунистических партий. Компартии Голландии, собственно, Нидерландов. Компартии Индонезии, которая тогда была голландской компартией. И вот компартии Китая. И именно товарищ Снефлет, он же Маринг, надо сказать, что он был депутатом голландского парламента долгие годы, порвал с коммунистами, перейдя на сторону Троцкого, стал троцкистом, активно участвовал в антифашистском сопротивлении, был арестован гестапо и казнен в 1942 году. Так вот этот самый товарищ Снефлет, на тот момент еще товарищ, уполномоченный представитель Коминтерна, единственный имевший радиосвязь с Коминтерном, обратил внимание на делегата Мао Цзэдуна, который показался ему молодым, толковым, управляемым, и которого можно было бы использовать в своих раскладах, чтобы не допустить монополии с одной стороны товарища Ли Дайжао, северянина, а Мао Цзэдуна и Хунанец, юно-юджанин. Ну да. То есть он на этом тоже мог сыграть. И с другой стороны, Чэнь Ду Сю, генерального секретаря, который еще до создания Компартии Китая был очень известен в Китае как патриотический публицист, философ, философ, перешел на позиции марксизма, имел огромный авторитет в социалистическом движении, а социалистический союз молодежи Китая возник еще до Компартии. Да, в 19-м году. В ходе событий 3 мая 1919 года антиимпериалистических волнений. Теперь, кстати говоря, официальная история КПК считает рождением КПК де-факто не 21-й год, а 19-й год. И вообще начинает эту историю научного социализма, марксизма и прочего в Китае именно с 19-го года. Ну, надо сказать, что это не теперь. Основу этому положили в 1979 году известные статьи и выступления к 60-летию событий 3 мая со стороны Хуага Фэна. Ну, просто в последние 10-летия это активно пиарится. Да, но Хуага Фэн выступил, потом при хуя Аубани эта тема сошла на нет, а уже сейчас, да, действительно, вы совершенно правы. Вот. И, соответственно, внутрипартийная борьба в КПК была очень жесткая. Она усугублялась чанкайшистским террором, гибелью многих и многих пролетарских революционеров. Ну, например, Цуи Цюбо, видный деятель Кумпартии Китая, палатру к чанкайшистов. Несколько генеральных секретарей ЦК КПК были убиты либо от чанкайшистской полиции, либо подосланными полицейскими провокаторами. Из городов Кумпартия Китая отступила в деревню. Постепенно, к слову говоря. Постепенно. Кумпартии Кумпартии ушло из городов все. Ну да, после того, как провалилось восстание осеннего урожая 1927 года, и стало понятно, что в городах не удержаться, начался этот процесс. И где-то в течение 10 лет он завершился созданием на северо-западе Китая советского района Янянь. А до этого была Китайская Советская Республика? Да, конечно. Он был ее формальным руководителем. Ну он был, так сказать, скорее главой войск, главнокомандующим. То есть там была распределенная... На паях Жоэнлайн они руководили. Вот. И Хуяо Бан родился в ноябре 1915 года. Как раз в эти годы он в 14 лет вступил в китайский комсомол, а в 1933 году, если я не ошибаюсь, стал членом Кумпартии Китая. Активно участвовал в этих революционных боях. Можно еще заметку ставить, что Хуяо Бан родился так же, как и Мао Цзэдун в провинции Хунань. К слову говоря, так же в провинции Хунань подала еще и иных многих революционеров. Хуаго Фена. В том числе Хуаго Фена, Лили Саня, Пенду Хуая, Джудэ и так далее. То есть провинция Хунань, это провинция на юге Китая. Находится чуть севернее... Не совсем у побережья, а в глубине страны, на юге страны. И известна своим, славится своим тем, что она является одной из двух провинций родины острых блюд. Две провинции Китая славятся своей острой кухней, максимально острой кухней. Это провинция Хунань и провинция Сычуань. Две граничные между собой южные провинции. И причем, как говорят знатоки, провинция Сычуань, это родина просто острого перца. Красного, который так любил Мао Цзэдун. Просто острого перца. В провинции Сычуань говорят, что это провинция такого перца острого, но такого пряного, обладающего своими полутонами. Да, в том числе. Сычуанец. Да, да, да. И, к слову говоря, это там, как утверждают ученые, сказалось на выходцах из этих провинций, что хунаньцы являются просто такими горячими, рубящими парнями, которые говорят прямо, что думают. А Сычуаньцы тоже эмоциональные, горячие и прочие, но умеют в разного рода маневры в жизни. Это, я думаю, отчасти сказалось в истории. А, кстати говоря, Илюша Алцитур родом из Хунани. Ху Яубан, когда ничего не кончил, он всю жизнь занимался пообразованием. Постоянно. Как Сталин? Постоянно. Всю жизнь занимался пообразованием. Читал, читал, еще раз читал. И поддерживал всех, кто вот таким же делом занимается. Ху Яубан, участвуя в революционных битвах Великого Похода, получил там тяжелое ранение, которое сказывалось на его здоровье всю жизнь. Так же, как и последующие пытки и избиения уже в культурную революцию со стороны хунуэбинов. Что, в общем, в значительной степени его здоровье и подорвало. Находился в советском районе в Яняне. К слову говоря, замечу, что он в это время активно призвал Мао Цзэдуна. Во время всех янальских событий борьбы между Мао Цзэдуном и компанией. И группа 28 большевиков, просоветская группа. И занимался в этом плане, в политическом плане, политработой в армиях. Сначала в армии Пэн Духуая, потом Джудэ, а потом сошелся с Дэн Сяопином. И активно с ними работал как его помощник. А он возглавлял политотдел крупнейшей китайской армии КПК и так далее. И вот таким образом он пришел по итогу всей долгой китайской революции в 1949 году вместе с ним в Сучуане, его родную. Где и окончил восстановлением народной власти, присоединением в скором времени Тибета к Китаю и восстановлением страны. Ну, кстати, этим обстоятельством, Янаньским, и объясняется то, что при всей резкой критике Мао Цзэдуна в период руководства Хуя Убана и реабилитации всех, от Лю Шао Цзэду Пэн Духуая, например, товарищ Ван Мин реабилитировал, он так и не был. Да, к сожалению. То он в Китае по-прежнему враг. И до сих пор даже. Да, и даже до сих пор. То есть, кажется, всех попростили. Так же, как и товарищ Гао Ган. Да. О чем мы скажем чуть-чуть. Да, да, да. К слову говоря, на моей странице ВКонтакте можете найти две небольшие статьи, посвященных этим личностям. Гао Ган и Ван Мин. Маленькие вводные статьи, чтобы просто хотя бы хоть сколько-нибудь реанимировать эти личности в современной историографии. Оба были верные друзья нашей советской страны, советских людей. В Одни Силсу у нас возглавлял в Коминтерне все третьи страны, третий мир, скажем так, возглавлял. И в 1949 году, поскольку Мао Цзэдун провозгласил новую демократию, создал Народный политический консультативный Совет Китая, действующий, кстати, до сих пор, как такой прообраз общего новодемократического согласия. Сначала это был, скажем так, орган, похожий на учредительное собрание в нашей стране. Должен был красиво учредить новую республику. А впоследствии он воспринимался как некая общественная палата конституционная, где иные восемь гемпартий, помимо КПК, могли что-то предлагать. И планировалось Мао Цзэдун, что этот орган власти будет затухать по мере усиления КПК и так далее. А с началом реформах индустрии и с рыночными реформами либеральными, этот орган... Стал площадкой для новоявленной китайской буржуазии. Да, и стал, кажется, еще только сильнее. Обрел второе дыхание. И до сих пор сохраняется и усиливается. Но не случайно каждый март проводятся одновременно заседания Всекитайского комитета Народного политического консультативного сайта Китая и сессия парламента Всекитайского собрания Народного соединения. Причем ПКСК, этот орган, начинается на 2-3 дня пораньше, чем перед ВСНП. И вот этот, значит, Коммунистический союз молодежи Китая был переименован в Новодемократический союз молодежи Китая. Нет, он сначала был новодемократическим, потом в Коммунистический его перевели же. А, вы имеете в виду, да, да. Вот, дореволюционный, старый, добрый. В 2019 году был создан новодемократический союз на базе уцелевших от гаминдановских расправ активистов комсомола и молодых партийцев. И он был новодемократический. И Хуяубан его возглавил. Ну, он, как сказать, сначала возглавил секретариат, то есть он не был сначала первым секретарем, он просто возглавил секретариат сначала. Орг-секретарь. Да, 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 да. А потом уже он стал первым секретарем. Да, значит, и он был одновременно зампредом, если я не ошибаюсь, Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. И одновременно, что показательно, был вице-президентом Всемирной Федерации демократической молодежи. А это был весомый пост кузнеца кадров молодых коммунистов. Скажем, одновременно с ним вторым вице-президентом от Европы был будущий гензек итальянской компартии Нрика Береженвер. Известный выгодец из сардинской аристократии, ставший ярым комсомольцем и коммунистом. Да, 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 да. Потом и каталонских дворян. Ну, они из Каталонии переселились на Сардинию. Да. Да, это было действительно так. И, соответственно, это была достаточно неплохая школа. И уже став главой Нового демократического союза молодежи, он в 1956 году в 8 съезде был избран член ЦК КПК. Кстати говоря, этот 8 съезд был очень знаменательен во всех отношениях. На мой взгляд, это был первый подлинно такой вот, как бы сказать, демократический... Первый съезд КПК, на которого нормально, тайным голосованием и альтернативно выбирали... Ну, нормальный демократический съезд по уставу, то есть, как надо. И в целом его решения были, что оценивались что тогда в стране и в мире, что и сегодня, оценивались очень положительно, как такой съезд учреждения нормальной партии по нормам демократического централизма, который исповедовал курс нормального научного социалистического развития, демократического развития страны и так далее и подобное. Но, к сожалению, через два года все резко поменялось, да? Да, но даже чуть раньше. Но сейчас мы не об этом. Еще один момент очень важный. Вот у нас сейчас ходят мифы, что... Я так прямо и говорю, ходят мифы, что Мао Цзэдун порвал с Советским Союзом из-за волонтаризма Хрущева. Это действительно так. Хрущев вел себя по-хамски, мы об этом еще сейчас чуть ниже скажем. И что он где вступился за Сталина. Якобы он... Сразу причем. С самого начала прямо. На самом деле это не так. И соотношения Сталина с Мао Цзэдуном были очень-очень сложные. Мао Цзэдун не хотел ехать в Москву после победы Народной революции. Он категорически не хотел подписывать договор о дружбе между СССР и КНР. И огромный такт. Сейчас эти просто документы, изложения переговоров, в декабре 49-го и январе, феврале 59-го года в Москве опубликованы. Два с половиной месяца бодался с ним Сталин. Огромный дипломатический такт и умение Сталина позволили переломить ситуацию. И то ведь напоследок Мао Цзэдун откинул Кунштюк, заявив, что ему не по рангу подписывают со Сталином. Сталин всего лишь премьер-министр, а он глава государства. И очень долго Сталину пришлось искать примеряющий вариант. В итоге договор подписали министры иностранных дел Вашинский и Джо Винвай. И вот это все поведение Мао Цзэдуна было типично. Учитывая, что Сталин давно знал, что он такой. Еще с 1937 года он, кажется, знал. Да, ну и сделал, что это человек. Ну, скажем, такой вот момент. Гао Ган, о котором мы уже говорили, руководитель Манчжурии. И военный руководитель Манчжурии, Линь Биао, о котором тоже еще скажем. Прицепили, когда Мао Цзэдун ехал поездом в Советский Союз в декабре 49-го года. Целый вагон подарков Сталину. Отдельно от Манчжурии, от них. Да, отдельно. Это все знали, увидели. Это была дикая сцена. Мао Цзэдун кричал. И еще даже до 1 октября 49-го года, когда были встречи Лью Шао Цзэ и Сталина, еще до поведореволюции, Гао Ган там был в этой делегации и отдельно к Сталину переговаривал. Это Лью Шао Цзэдэ заметил и донес Мао. И Мао Цзэдун очень много понравился. Мао Цзэдун прямо вот кричал. В общем, кончилось с тем, что он демонстративно оцепил вагон. Оскорбил манчжурских руководителей. Все это было известно советской стороне. И то, как он вел себя в Москве. Как он вел себя впоследствии. Разбивает миф о том, что он вступился за Сталина и он был вернейший Сталин. Все было с точностью да наоборот. И сталинское замечание, что он как редиска. Он как редиска, он маргариновый коммунист, он странный коммунист и прочее. Внутри белый. Это все было правильно. Он видел, что Мао Цзэдун был китайским националистом. В первую очередь. Около левым националистом. Ну, так же, как и, кстати, его конкурент Чень Дюсю. Только Чень Дюсю был более марксистски подготовлен, образован. Да, сомненно. Вот. Дикая сцена, которую уже в Москве Мао Цзэдун закатил Чень Бо Да. Чень Бо Да, это был тот момент идеолог КПК, секретарь Мао Цзэдуна по идеологии. А впоследствии Чен Постоянного комитета политбюро и один из лидеров культурной революции. Это китайский Суслов при Мао, можно сказать. Я бы даже сказал, не Суслов, а больше Жданов. Ну, в плане, возможно, о его агрессивности, да. Да. И вот Чень Бо Да написал книжку «Четыре семейства Китая». Разблачил Чен Кайшистов очень четко, грамотно. Она была переведена на русский язык, я читал, это перевод, по-моему, 47-го года. Сталину очень понравилось. Он похвалил Чень Бо Да, члена китайской делегации в Москве. Тот аж был счастлив. После этого Мао Цзэдун устроил такой скандал. Кто ты для себя главнее, я или Сталин? В общем, сцена была совершенно безобразная. И Сталин это все знал. Знал он и то, что Мао Цзэдун хочет захватить власть в коммунистическом движении. Скажем, Кумпартия Индонезии, разгромленная реакцией в 1948 году, через три года возобновила свою деятельность, выйдя из-под поля. И находилась уже тогда значительная часть ее руководства под влиянием маоизма. Они подготовили проект программы КПИ, отправили ее на рецензию Сталину. Сталин, увидев, откуда веет ветер, написал разгромную рецензию, которая, в случае беспрецедентный, это 1951 год, я напоминаю, была руководителями КПИ Индонезии, с ведомым Мао Цзэдун проигнорирована. Они ему даже не ответили. Это, к слову говоря, о некотором мифе о том, что Сталин с 30 какого-то года всеми коммунистами мира вертел, как хотел, что хотел, вытворял, всех вызывал, расстреливал, что угодно. Да. Вот просто послали, что называется, на три буквы, даже не ответив, не подтвердив получение. Случай совершенно беспрецедентный. Конечно, Сталин запомнил об этом. И когда возникла идея Мао Цзэдуна собрать в Пекине совещание коммунистических партий Азии, во главе с КПК, но без ВКПБ, поскольку это Европа, ну да, Сталин приложил максимум усилий, чтобы этого не состоялось. Ключевое звено здесь была Компартия Индии, партия трудящихся Вьетнама и, разумеется, крупнейшая Компартия несоциалистических стран Индонезии. И он пригласил индонезийских руководителей в Москву на 19-й съезд КПСС. Это октябрь 52-го года. Кстати, на этот съезд Мао Цзэдун не поехал, отправив Лью Шао Цзэдун. Да. И вел с ними переговоры, опять-таки, трехмесячные. Убеждая молодых индонезийских партийных руководителей, они были молодые по возрасту, ну, председателю партии тогдашнему Айдиту было 31 год. Объясняя им, что к чему, и долго, терпеливо, уговаривая. И, в конце концов, они сделали хорошую мину при плохой игре, сказав, что вот под ударами полицейских репрессий, там, текст проекта ваших замечаний к проекту программы КПИ до нас вовремя не дошел, все такое, там, ну, Сталин как бы сделал вид, что он это принимает. И подготовил свою последнюю теоретическую работу. У нас, к сожалению, неизвестная, поскольку Сталин ее не предназначал на печати. 9 февраля 1953 года, письмо руководителям Компартии Индонезии по перспективам индонезийской революции и аграрному вопросу на Востоке. Очень интересный текст, он был обнародован, по-моему, в 2009 году всего лишь, извлечен из аркилов. И очень четко он там рассказывает, и совершенно не в той манере, поскольку не предназначался на печати, которую у нас многие, ну, привыкли ждать от Сталина. Ну, в частности, Сталин, например, пишет, что блок пролетариата и крестьянства это важнейшее дело для победы Октября. Что Октябрь победил просто потому, что большевики взяли СССРовскую аграрную программу и заключили блок с левыми СССРами. Это была гарантия победы в крестьянской стране пролетарской революции, и это вот тот путь, по которому должны идти коммунисты Индонезии. Ну вот, можно ли себе представить такое в тогдашней открытой советской печати? Ну, если уж говорить о более глубоком анализе Сталина позднего, можно сказать, что его последняя публичная речь на 19-м съезде, на его закрытии, скажем так, он же везде смолчал, что интересно, Сталин. Но только вот самый конец, когда уже все закрыли, все решили, и Сталин просто на прощание всем решил побеседовать, скажем так. Если прогнозировать его речь, она же посвящена исключительно, по сути дела, как продолжать дело мировой революции сейчас. Без сомнения. Он не говорил о том, что там, всем привет, всем пока, до свидания, да, грубо говоря? Такой нечисловный Ленин Кребрежнев. Он обсуждал серьезно о том, что, грубо говоря, в сегодняшних сложных условиях, грубо говоря, нам нужно поднять знамя чего? Либерализма, он пишет о том. Ну, не либерализма, а патриотизма и прочих вещей. Национальной независимости и политической демократии. Да, да. И экономической демократии. И, грубо говоря, если так посмотреть на эту речь, то можно увидеть, что это, в принципе, грубо говоря, некий провозвестник и некое такое вот... Наказ современных коммунистов в России и Европе. Ну, и не только. Тогда это было, скорее, на мой взгляд, это некая была такая легитимация того, что Сталин разрешает начальный курс еврокоммунизма. Если так решили себя натолковать очень глубоко, то можно так вот развидеть, что он, в принципе, не против начального, начального дискурса еврокоммунизма. К тому же говоря, об этом он думал еще раньше, в его редакции программы Компартии Великобритании 43-го года «Британский путь к социализму» уже видятся эти моменты, мне кажется. Санат, Павлович, от 1951 года. Не 43-го? Нет. Вы спутали две разных программы. Значит, «Путь Британии к социализму» — это 51-й год. Это известное высказывание Сталина, что при определенных условиях для английских рабочих монархия окажется дороже капитализма, и пусть даже сохраняется монархия, не обязательно требовать республику, но социалистическим содержанием, как в Румынии и Болгарии, в первые послевоенные годы. А то, о чем вы сказали, это был другой совершенно документ, предвоенный еще 41-й год, предложение к программе коммунистов Коста-Рика. Партия «Народный авангард Коста-Рика». Да, там очень много сказавств. И вот эти костарикавские марксисты поехали в Москву, в Коминтерн, и вдруг их вызывают к Сталину. Холодная зима 41-го года, 40-го-41-го года, был, если не ошибаюсь, февраль 41-го года, и он начинает, значит, говорить, что то, что вы здесь предлагаете, это, говорит, неправильно. Надо начинать с общедемократических свобод, с парламента, с вытеснением немецкой агентуры, которая у вас есть, с ограничением американских монополий, с борьбы за 8-часовой рабочий день. Ну вот он им все это объяснил, они, в общем, вас приняли, и вспоминал впоследствии генсек по стариканской компартии Артигас. Ну так а что же это такое? Ну вы, какие же вы коммунисты? Не надо ставить той цели, сколько пролетариев у вас в партии. Ну так о чем тут говорить? Партия пока что левой интеллигенции и нескольких продвинутых сельхозрабочих. Либо и соцдемы. Да. По факту. Ну так и что? Ну назовите себя, ну не знаю. Ну коммунисты же народный авангард, говорит ему Артигас. Странник отвечает. Да, вот и назовите себя партия народный авангард кустарики. И что самое показательное, вот все, что он им сказал тогда, оно было реализовано кустариканскими коммунистами. И единственная страна на центрально-американском перешейке, которая действительно развивалась поступательной с точки зрения развития социальных гарантий, избежала военных переворотов, диктатур фашистских и так далее. То есть видно, что ход этот мысли у него шел. И он и в письме к индонезийским коммунистам же пишет, что ваша революция будет отличаться существенно от российской. И что показательно дал там прогноз развития ситуации в случае ошибок Компартии, который таки, к сожалению, осуществился. Кровавая баня с сентября-октября-ноября 1965 года. И те акторы, о которых писал Сталин, исламистские генералы, они и стали палачами индонезийских Компартий. Через 12,5 лет. Так вот, когда умирает Сталин, ведь Мао Цзэдун не сильно-то горевал по этому поводу. Главными выступаями... Ормально, конечно, были устроены все необходимые процедуры, ритуалы. Лю Шао Цзэ и Ху Яубан. Это важный момент. Джо Ун Лай поехал в Москву. Джо Ун Лай поехал в Москву. Лю Шао Цзэ, Ху Яубан и Джо Ун Лай выступали в Китае. И, соответственно, в 1957 году уже... Кстати говоря, кажется, это был единственный раз, когда Мао Дэ Зун кому-либо поклонился. Когда пришел на Советское посольство и поклонился проекту Сталина. Это единственный раз, кому он либо поклонился, тем более иностранцу. Но на торжественное заседание в Доме народных представителей он не явился. Только в Советское посольство. Итак, 1957 год. Знаменательная для Кита. Начинается борьба с правым уклоном. Но перед этим была эпоха Ста цветов. Очень интересная. К слову говоря, очень странное такое событие в эпоху Мао Цзэдуна, когда Мао Цзэдун как бы начал свою оттепель либеральную. Цзэдун совершенно не странное, а логическое. Он должен был, а, отреагировать на решение 20-го съезда КПСС. Ну, в точке зрения, странное, с точки зрения такого вот заброновившего образа Мао, как типичного леврадикала. Ничего подобного. Да, он не был таким простым супчиком. Он решал несколько задач. Он все решил. Первое. Показать Хрущеву и компании, пользуясь тем, что они в китайских делах, в отличие от Сталина, не петрили совсем. Ну, кроме Маленкова, но Маленков уже был на трех ролях. И на третьих ролях. Да, да. Показать, что вот он в русле их политики 20-го съезда. С другой стороны. И зарубежным коммунистам тоже показать. Да, 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 конечно. Там уже Тольятти, там уже Торезу. Торезу, да. С другой стороны. Дать бой марксистским интернационалистским силам в ЦК КПК. После Гао Гана даже, выжившим. Да, но не своими руками, а руками представителей буржуазных партий. Для этого и нужны 100 цветов, которые критикуют коммунистических бюрократов, но немало. А вот всех этих люшалцы и прочих. И третий аспект. Поднять волну националистической истерии против СССР. Первый мощный всплеск антисоветских настроений. Но опять-таки руками буржуазных партий и буржуазной непартийной интеллигенции. А потом, когда эти калифы сейчас сделали свое дело, он их как бы всех уничтожил. Да, так вот. Вот в этом был смысл компании 100 цветов. Ну просто западный сериал до сих пор бьется вот этим истерикой. С одной точки зрения, мало ли в радикал на Западе. Хороший, плохой ли в радикал, неварно. Кто как угодно. А с другой стороны, вот такой хитрый ход. Я не понимаю, как это так у них. Объясняем специально для наших потенциальных слушателей из Кембриджа и Оксфорда. Да. А также поклонников Эдгара Сноу. Так вот, Гао-Ган, кстати, действительно после смерти Сталина был репрессирован при Сталине, он его трогать. Кстати, говорят, что интересно, он же погиб примерно в тот же самый период, когда стал падать Маленков своих постов. Примерно, очень схоже. Падал Маленков, начал падать Гао-Ган. Да, январь 55-го года, всекитайская конференция КПК, гибель Гао-Гана. Говорят, он похоже на жизнь самоубийством, то есть его не казнили, он как же на жизнь. А его соратник Жао Шуши, заведующий оргоделом ЦК, был доведен до сумасшедствия в тюрьме и там и умер уже психически больным. Причем, что интересно, Гао-Ган все еще сохранял, несмотря на то, что его перевели в Пекин, он сохранял влияние в Маньчжурии, а Жао Шуши в Асоочном Китае прибрежном. Именно этим объясняется кадровое решение всекитайской конференции КПК в январе 55-го года. Убрали из политбюро членов блока Гао-Жао и кто приходит на их место. На их место приходит Дэн Сяопин, который был одним из организаторов расправы над Гао-Ганом и Жао Шуши. И, кстати говоря, он же по то следствии запретил Хуяо Бану, лично запретил как-либо пересматривать даже дело. Даже не то, что револютировать, просто пересматривать его дело. На менее тяжкие преступления. Там уже целый блок был преступлений страшных. И чтобы сохранить ситуацию в Маньчжурии более-менее стабильным, вторым членом политбюро на вакансию вслед за Дэн Сяопином избирается маньчжурский военный начальник Ренбяо. Такой вот компромисс организационный. Итак, 1956 год, понятно, оттепель. И поддержка Мао Цзунам это оттепель? Да. Все это продолжается, все было зафиксировано в правде. Да, да, да. В 1957 году все это продолжается, в первой половине. Апофеоз – массовые беспорядки во время визита в Китай председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова, когда правые открыто выступили с антисоветскими лозунгами прямо в ходе его визита на улицах. При этом Мао Цзунам это все допустил совершенно сознательно, чтобы с одной стороны показать товарищу Ворошилову, через него признется, как ПСС, что типа не зарывайтесь, без меня не справитесь, и тут же дал команду гасить. Причем жесткими полицейскими репрессиями. Так называемая борьба с правоуклонистским уклоном. Да, именно тогда Новодемократический Союз был переименован в Коммунистический Союз Молодежи Китая. К слову говоря, тогда же в 1956-1957 годах было проведено окончательное социалистическое преобразование в экономике. Начатое. Ну, с 1956-1958 года они, в принципе, проводили... Генеральная линия, народная коммуна и большой скачок. Ну, по большому скачку, в принципе, большая часть экономики уже была национализирована к тому времени. А тут, Санат, я должен возразить. Действительно, была произведена национализация экономики на селе. Где Мао Цзэдун сперва написал достаточно умеренный текст 1955 года об одном кооперативе. Ну, такой, разумный. А потом, через два года, сразу народная коммуна. И привет, и голодуха. Но в городе... Ну, так сказать, сначала это шло очень постепенно. Сначала это было первые три года просто раздали землю крестьянам, как у нас после революции. Потом начали создавать постепенно кооперативы. Причем они были сначала маленькие, так называемые, кооперативы низшего уровня. Потом, с 1956 года по 1958 год, создавались кооперативы большого уровня или высокого уровня. Большие кооперативы. А потом начались уже народные коммуны. Как суперогромные образования. Да. Ну, это, на самом деле, с одной стороны, напоминало хрущевские агрогорода. Да, укрепления огромные. Та самая статья, в правде, 1951 года, которую Сталин назвал апофеоз самодурства и безграмотности. И пришлось Никите Сергеевичу каяться. Он этого Сталину до конца своих дней не простил. А мало ли, думаете, хрущевские агрогорода воплотил на практике. Только без городских построек. Да. Но завершался это тем же самым. Без тракторов, и без удобрений, и без агрономов, и вообще без ничего. Голодухой. Носой. Да. А еще люди были вынуждены лить сталь еще дома. Да. То есть бросить рис и лить сталь вместо риса. Но при этом крупную городскую буржуазию, в частности, Шарапову, Шанхайскую, Пекинскую или Цензинскую, Мао Цзэдун не трогал. Он постепенно перевел их из директоров смешанных государственно-частных компаний в директора господприятий, условно говоря, и членов какого-то там совета правления. Все они сохранили не только свою долю в доходах от предприятия, но и посты в парламенте, в НПС, в НПС, в НПС, в НПС, в Совете Китая. И что интересно, даже во время культурной революции продолжались выплачиваться им компенсацией. Коммунистов, интернационалистов, друзей Советского Союза убивали, а в буржуазии было все хорошо. Она зарабатывала деньги. Ну и в том числе через них Мао Цзэдун протягивал свои щупальца с целью установить контроль через рубежных китайцев в Восточной Азии. Это было все непросто так, к сожалению. Но при этом идеолог этой буржуазии Жуны Женьжи дорос в конце концов в 90-е годы уже глубоким старцем для должности зампредседателя КНР. А сам Ху Яубан впоследствии публично сожалел о своем активном участии в репрессиях против правых комсомоля. Просил прощения, кстати, единственный из китайских руководителей. А Дэн Сиопин был максимально радикален в борьбе с этими правами. Даже Мао Цзун был в шоке. Так что здесь мы подходим уже к рубежу культурной революции. В 1963 году состоялся разрыв КПК и КПСС. При этом надо сказать, что значительная доля вины на этом лежит и на Хрущеве. Мао Цзэдун был националист и всегда искал хорошего предлога как бы послать КПСС куда подальше. Но перед этим максимально урвать с него богатство. Например, технические документации и прочее для постройки собственной атомной водородной бомбы и средств ее доставки. Ракеты, бомбардировщики, атомно-подводные лодки. И здесь ему повезло с Хрущевым, который был самодур, но при этом крайне недалекий. Во-первых, в отличие от Сталина, который понимал, что на Мао Цзэдуна надо давить и держал советские базы на территории КНР. Например, порт Артура. И советскую резидентуру? Да. По нему Гао Ганна постоянно стучал. Что сделал Хрущев? Всю советскую резидентуру он закрыл. Причем даже и списки оказались в итоге у китайских спецслужб, и все наши товарищи погибли. Из порта Артура в 50-м году ушли в пожарном порядке. Из порта Дальни, подторгового. Да, да, да. И произошел КВЖД, Китайская-Чанчунская железная дорога, вторая. И произошел, что самое главное, то, чего не допускал Сталин. Несанкционированный доступ китайских специалистов к советским ядерным секретам. Вот то, о чем вы сказали. Совершенно справедливо. Все это Хрущев ему дал. А, кстати говоря, еще, что интересно, очень забытый факт, что Сталин еще даже в договоре с гомендановцами 45-го, август 45-го, да, мирный договор, послевоенный, потребовал вернуть царские концессии в Китае. И вернули. Чайные, фарфоровые, шелковые в восточном Китае. И вернули их. И Мазун был вынужден это право сохранить. И Хрущев, в том числе, помимо порта Артура Дальнего и КВЖД, отдал, вернул все эти концессии. Отказался от советского влияния в Сен-Дзяньо-Игурском автономном районе. Да, окончательно. Полностью, да. То есть, когда Мао Цздун понял, что Хрущева он уже выдавил и больше ничего не будет, настала пора отправить Никиту Сергеевича по известному в России короткому адресу. И что показать, то Никита Сергеевич вынужден был по этому адресу пойти. Отсюда и его, так сказать, истерика в полемике 1963-го года. Мао Цздун и КПК опубликовали за лето 1963-го года 19 материалов с критикой политики КПСС. Как вы думаете, сколько в ответ нафабриковал Хрущев подведутся на ему агитпропы? Меньше, насколько я помню. Или больше? Мне кажется, меньше. Порядка 1600. Это ж какая должна быть обида и неадекватная реакция? Это вы говорите прямо всего, да? Помимо центральных издательств. Да. У Мао Цздуна 19 статей на весь Китай, а Хрущев растопырился вот так, что других проблем не было. Но они ни к чему, естественно, не привели, кроме как к дальнейшему ухудшению отношений. Это безусловная вина Хрущева и его глупости. Дискредитация мирового коммунизма в глазах мира, поскольку это все активно песочили западные средства массовой информации. Это вина Хрущева. Карикатуры разные. В чистом виде вина Хрущева. Как, кстати, и его разрыв с Албанией, который тоже он инициировал отнюдь не доходящего. И слишком уступчивое примирение с Югославией. С Югославией он просто сдал все. Даже те потенциальные интернационалисты, которые были в ЦК КПК, готовые поддержать Советский Союз. Ну просто не могли по-человечески и политически поддержать Хрущевское самодушие. При этом, что интересно, незадолго до культурной революции, с 1963 по 1965-1966 год проводились точечные зачистки в высшем руководстве партии и государства армии. То есть следы Пендахуая, павшего после Лушанского пленума в 1959 году против Маунджедуна, еще были в армии. Они концентрировались в генштабе и в главном политуправлении. Есть версия, которую тиражирует, в общем-то, неплохой китаист Николай Вавилов, но она ошибочная. Где он пишет, что до 1966 года Хуяубан руководил китайским комсомолом, был свергнут хунвейбинами и т.д. и т.п. Не так. На тот момент, когда его взяли в работу хунвейбины, он уже никаким китайским комсомолом не руководил. А находился в провинции Шинси. А что такое провинция Шинси? Мы сейчас подходим к самому актуальному и интересному. И на сегодняшний день актуальному. Это родина шинсийского клана. Кто принадлежит к шинсийскому клану? Семья Си. Си Джунсюнь и его отец. Вместе с Гао Ганом они основывали Яйнань, помогали в этом плане коммунистам восстановиться после Великого Похода. И Си Джунсюнь, кстати говоря, до конца жизни Хуяубана его поддерживал, даже в самый тяжелый период. Да, об этом мы тоже еще скажем. Так вот, именно тогда они познакомились после Яйняня вторично уже поближе, в Шинси, буквально накануне культурной революции. И это их связь с семейством Си подкреплялась не только личными взаимоотношениями, но и близостью идейных позиций между Хуяубаном и Си Джунсюнь. Это так. И, собственно, Си Джунсюнь был репрессирован в годы культурной революции, не иначе, как пособник антисоветской, просоветской шпионской организации Гао Гана и Хуяубана. И он действительно был репрессирован, его очень сильно побили хунвейбины, это тоже сказалось наряду с фронтовым ранением на здоровье Хуяубана. Причем, что интересно, он внешне Хуяубан такой невысокий маленький человек, он дорого рассадился на стул, его ноги болтались. Очень было смешно, учитывая, что Хуяубан южанин, хунанец был очень такой эмоциональный человек, очень не свойственный для китайцев, на публике эмоционально выступать, рестикулировать, все дела, сигареты в руках сидел. А вот он это любил активно, даже в старости лет, это все удивляет, старый человек так активничает, что вот, ну, даже такого маленького, но неизгибаемого человека оказалось очень толпой нагнуть и прочие вещи. Ну, и многие, к сожалению, в те годы такие получили. Ну, избивали очень сильные хунвейбины. И только в 1975 году он был реабилитирован и вернулся в большую политику, стал парткомом Академии наук КНР. Причем, что интересно, по просьбе Дэнси Альпина. Да. Который тогда выходил в процесс борьбы за наследие Мао Цзэдун. Да, с четвертой. То есть, с бандой четырех. И кончилось это тем, что ни те, ни другие прямыми наследниками Мао Цзэдуна не стали. Им стал хунанец Хуяубан, который был при Мао Цзэдуне в последние годы вице-премьер и министр общественной безопасности, о котором Дзян Цинь очень хорошо сказала. Обходительный человек наподобие Маленкова. Как Маленков оказался промежуточной фигурой между Сталином и Хрущевым, так и Хуяубан сыграл роль промежуточной фигуры. Как Маленков зачистил Берия, так Хуяубан зачистил роль банды четырех полностью. Хотя я, например, считаю, не только потому, что мне Маленков близок как земляк из Оренбурга обожжимый, но я считаю, что в целом товарищ Маленков мог бы при определенных обстоятельствах сыграть более всому и положительную роль для Советского Союза. Но его одно лишь выступление на пятой сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 года по вопросу о колхозах показывает, что да, у него было государственное мышление. И он понимал, что такое социальная политика. В этой ситуации Хуяубан зачистил четверку. Но, что интересно, при помощи военных, поскольку после смерти Линьбяо в 1971 году не исчезла военная фракция в КПК. Просто и возглавил Едзяньин. Слава говоря, очень таинственная фигура в эпоху после Мао и до Дэн Сиопина. Это очень такого руссерого кардинала, который придал власть от Мао и Дэну. Был ровесник практически Мао Цзэдун, но 4 года моложе. Начинал он не в КПК, а в Гаминдане. Был охранником Сунья Цена, основателя Гаминдана и первого президента Китайской Республики. Это уже потом он перешел в ряды КПК. Он выходит с Крайнего Юга, вот из этой самой народности Хоку. Хака. Хака, прошу прощения. И человек очень влиятельный. При этом крайне националистически настроенный. Скажем, сохранилась уже в 70-е годы запись его беседы с депутатом Европарламента Отто фон Габсбургом, потомком римских, так сказать, цезарей. Кесарей. Да, 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 да. Династия Габсбургов та самая. Где он заявляет, что надо вам поднимать Европу на борьбу с советским геомонизмом, а советские геомонисты у Китая в 1944 году отобрали Туву и фактически отобрали Монголию. Фактически, пусть не информация. О как! Тува – это китайская провинция, по мнению Едзяньмина. Ну, в принципе, все, что находится к востоку от Байкала – это сфера влияния на БДХ. В чем был, в первую очередь, китайский националист. При этом он действительно не любил Линь Бяо, считая его просоветским. Да, кстати говоря, что интересно. С определенными основаниями. Поскольку у Линь Бяо давние связи с нашей страной. Да, и бежал над Мао Цзюдун в Советский Союз. Да, да, да. И, кстати говоря, как считают некоторые исследователи, он был изначально против Даманского. Да, это действительно так. Он считал, что можно ругаться с советскими товарищами, но воевать против них, извините. И тем более начинать никшаться с американцами, что делал Мао Цзюдун. Да, и, собственно, это и стало причиной его отстроения от постов, бегства в Советский Союз. Как вы считаете, было ли его выступление против Мао Цзюдун реальностью? Было. Заговор. Было, без сомнения. Это подтвердил суд над его соратниками, которые не сумели убежать вместе с ним и не погибли в автокатастрофе 12 сентября 1971 года на территории Монголии. А сидели в заключении, их в 80-м году судили с подачей Дэн Сиопина. Заговор был, они действительно хотели уничтожить Мао Цзюдуна, ударить по поезду. Мао Цзюдун в последние годы жизни не мог находиться на одном месте. Он в специально оборудованном поезде, сделанном для него по заказу в Лейпциге, в ГДР, колесил по всей стране. Ну, еще активно мониторить ситуацию по стране и заручать поддержку лендлордов, военных лендлордов. Да. Поскольку он знал, что Китай не един до сих пор. Да, вместе с ним в поезде всегда находился для решения узких задач командующий железнодорожными войсками НААК Иван Жень. Впоследствии член политбюро и один из губителей Хуяубана, кстати. Так вот, все вот эти ребята действительно помогли Хуагу Фену и начальнику охраны ЦК Ван Дун Сину, бывшему телохранителю Мао Цзюдуна, арестовать банду четырех. А вот после этого возникла развилка. С одной стороны, Хуагу Фен и Ван Дун Син не хотели реабилитировать Дэн Сяопина, за что выступали военные. С другой стороны, было разногласие не по конкретным политическим шагам. И та, и другая фракция выступала за политику четырехмодернизаций, начатую в марте 1978 года еще до третьего пленума ЦК Ван Дун Син. Я бы даже сказал, еще раньше, при жизни Джо Уин Лая в 1975 году это начали все. Намечали. Вообще-то изначально. А официальный старт дан был на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва в марте 1978 года в докладе Хуагу Фена. И в этой ситуации противоборство двух крик, откровенных националистов с маоистами. При этом надо отметить, что сам Хуагу Фен, в отличие от Дэн Сяопин и Ядзианина, был гораздо более лояльен к советской стороне. Скажем, первые два шага, когда он пришел к власти, были очень характерны. Освобождение советских офицеров из экипажа вертолета, по ошибке попавшего в 1975 году в Снежный Буран, на китайскую территорию, и которые два года удерживались мао Цзэдуном в качестве заложников. И указание почистить, привести в порядок монументы советским воинам, погибшим при обороне Китая от японских агрессоров. Будь то мент летчикам в Чунцине. Или, допустим, бойцам, которые высаживались с судов Амурской флотилии или красноармейцам-пехотинцам в Манчжурии. Хотя формально человек был вынужден продолжать дискурс с мао Цзэдуном. И при этом, к слову говоря, есть одна такая небольшая тайна. Для экспертов она уже не тайна. Но для публики это тайна. Формально провели дискурс о том, что Хуагу Фен был максимально серый продаватель мао Цзэдуном. Который очень быстренько убрали. Но, что интересно, этот человек первый начал использовать дискурс Джоун Лайп о четверком модернизациях де-факто. Объявив так новым политику большого скачка в области импорта. Начав по факту использовать политические отношения с Западом в экономическом плане. Начав импорт масштабный западных технологий в обмен на китайские ресурсы. И начав таким образом восстановление экономики Китая. Пусть и эта политика и привела к перегреву китайской экономики. Что привело к формально с 1978 года по 1981 год к политике по факту не реформы открытости, как формально объявляется сейчас в астерографии. А политике восстановления. И причем не только восстановления от мао Цзэдуновского погрома экономики. Но и от перегрева китайской экономики Хуагу Феном. Из-за масштабного импорта западных технологий. Да, напомню, что именно по инициативе Хуагу Фена в 1979 году были на сессии в СНП приняты законы о смешанных предприятиях, которые стали опорой капиталистической экономики, особенно в прибрежных районах Китая. И закон о защите иностранных инвестиций. Именно тогда же, в 1979 году, Хуагу Фен принял решение об открытости страны в религиозном плане. Были реабилитированы, ранее репрессированные носители католической и мусульманской религии, а их тех и других в Китае хватало. Кстати, и православной церкви тоже. Православных много не только в Маньчжурии, но и в Шанхае. Ну, где были русские белые эмигранты, там православные церкви, там и пришедшие в православие китайцы. Понятно. Это был тоже 1979 год, это была инициатива Хуагу Фена. Ну, и восстановление Конституции в 56-го года, в 77-м году произошло, тоже совоподача. И начало реабилитации. Да, да, то есть Хуагу Фен в этом плане не такой уж серый, глупый, посредственный правитель Мао Цздуна. То есть он уже не серый и не просто православитель культа Мао Цздуна и так далее. Хотя два абсолюта были выдвинуты, им продолжались внедряться. То есть, что все решения, вся воля, все поступки Мао Цздуна не смеют быть пересмотрены. И все его высказывают правильно. И он же, секретаря парткома Академии наук НР Хуяубана, назначил проректором высшей партийной школы при ЦК КПК. Ну, еще он одновременно и поступательным был то главой Орг-отдела, то главой отдела Павл-попраганде. Вот тут вот сейчас мы поподробнее давайте. Ну, там да, там очень плотно сожжалось эти за 2-3 года. Назначение проректором – это весна 77-го года. Затем 11-й съезд КПК август 77-го. Хуяубан с подачей Хуага Фена становится вновь членом ЦК. У него был перерыв 8 лет, он вернулся в ЦК. В декабре того же года он заведующий Орг-отделом. И первое, что он делает, став Орг-отделом, с санкцией Хуагу Фена начинает реабилитацию. Его знаменитая речь в высшей партийной школе о банде четырех и наследстве Каншена стала сигналом к началу пересмотра дел пострадавших в культурную революцию. А затем уже в 78-м году он получает формальное повышение, становится в декабре на третьем плену ЦК членом политбюро и заведующим идеологическим отделом. И одновременно фактически начинает готовить партийную реформу. Естественно, по мере усиления влияния Дэн Сеопина, реабилитированного еще в 1977 году, по мере усиления влияния Ецзяньи, который стал главой государства, пост председателя КНР тогда не был еще восстановлен, но он был председателем китайского парламента, то есть главой государства по этой линии. И передал Дэн Сеопину возглавить армию, как председателем ЦВС, КПК и КНР. Не совсем так, нет. На тот момент председателем военного совета ЦК КПК был еще Хуага Фэн. Ну, зам ему. Зам, да, начальником генштаба. Да, да, да. Вот, соответственно, в этой ситуации две группировки схватились между собой. И позиции Хуага Фэна начали ослабляться. По мере проведения судов на Дзян Цинь, Чен Будда и сторонниками Линь Бео. Ну, всплыли факты участия Хуагу Фэна в нарушениях социалистической законности. Учитывая, что Дзян Цинь не собиралась играть по сценарию Хуагу Фэна. И она разоблачила, что все виноваты, вы все виноваты. Спросите у министра общественной безопасности, что он тогда делал. Да, да. Например, в разгоне народной демонстрации по поминкам Джоу Инлая на площадь Семен Мэнь в 76-м году. В апреле. Да, да. Когда разгоняли по его приказу милиция, ополчение и рабочие дубинками, благо не оружием, только дубинками, но разгоняли эту вот сходку народа. И в этой ситуации его позиции ослабли. Февраль 80-го года. Пятый пленум ЦК КПК 11-го созва. И здесь мы видим очень интересную коллизию. Ван Дун Син и еще трое членов Политбюро удаляются из Политбюро. Хуагу Фэн остается генералом без армии. А Дэн Сяопин расширяет постоянный комитет Политбюро. Но он вынужден туда включить двух членов. Один из них Джао Цзи Ян, который получает пост вице-премьера госсовета, то есть зама Хуагу Фэн по правительству. А потом премьера. Потом уже, да. А второй Хуяубан, который с одной стороны как бы с Дэн Сяопином, но с другой стороны Хуагу Фэна устраивают. В той или иной степени. И тогда же восстанавливается секретаря ЦК КПК, и Хуяубан становится генеральным секретарем. И он был вынужден, к слову говоря, повторить Дэн Сяопиновские барьеры по восстановлению отношений КПССС и КПК. То есть, да, признание ошибок идеологических в идеологической кампании, вывод советских войск не только из Монголии и из Вьетнама, но еще и из Дальнего Востока подальше, ну и восстановление фарватера границы по центру реки Аму с передачи Китая всех приближенных островов, ну, этих по этой реке установленных, к сожалению. А почему он вынужден это сказать? Потому что с ним был, к нему был направлен на встречу, помимо него в этой встрече присутствовал Бо и Бо, тоже большой китайский политик, человек Дэн Сяопина, к сожалению. И ненавистник Хуяубана, кстати, в течение июня. И отец Бо Силая, павшего в борьбе, тревыборные с Сизенпином, но впоследствии. Сидит сейчас в тюрьме, пожизненное заключение получил за уголовные преступления. Наверное, сейчас пишут мемуары интересные, учитывая, что именно Бо Силая начал ту левопопулистскую политику, на которой сейчас славится Сизенпин. Став генеральным секретарем, Хуяубан начал пересматривать идеологическое наследство Мао Цзэдуна. Был отменен ряд директивных статей журнала Хун Цзэ. После чего в Китае... Красное знамя, идеологический орган с ККПК. Ну, как у нас коммунист был. И, к сожалению, что интересно, в 90-е годы, когда крен страны пошел в вакцина вправо, Хун Цзэ, по воле Дзянзимина, был переименован в такое политкорректное название «Поиск истины в суши». Да. Так вот. К сожалению. Что было необходимо для нормализации отношений с европейскими компартиями? Тогда же, в 80-м году, Пекин посетили генеральные секретари итальянской и французской компартии. С ними было восстановлено отношение КПК, занимался этим Хуяубан. Чуть позже руководители всех европейских социалистических стран. То есть ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия. Причем, что интересно, Дэн Сиотпинер в отношениях с еврокоммунистическими партиями, прежде всего Франции, Италии, Испании, подчеркивал их близость по критике Советского Союза, в том числе Советского гегемонизма, например, Афганистан, учитывая, что китайская госбезопасность поддерживала мартахидов. И слои до 89-го года. Там были и промоуистские группировки на начальном этапе Апрельской революции, очень активные. И Хуяубан упирал нас, на самом деле, на реабилитацию марксистского учения. При Мао Цзэдуне, несмотря на все крики Маркса, Ангельс, Ленин, Сталин, Мао, марксизм был в загоне. Очень долгие годы об этом... Просто это можно сравнить с тем, что сколько печатали классиков, сколько печатали Мао Цзэдуна, а особенно его маленькую книжицу. Это просто несовместимые пропорции. Там и там. И многих старых китайских коммунистов эта ситуация напрягала. Скажем, маршал Джудэ, который был членом постоянного комитета политбюро и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания на руках представителей, еще в 1975 году при жизни Мао дал команду готовить новый перевод манифеста коммунистической партии Маркса Энгельсона «Китайский язык». И этот перевод был сделан весной 1976 года и последним политическим актом 90-летнего Джудэ, который в том же июле 1976 года и умер. Помимо Мао Цзэдуна Джунла, еще умер Джудэ в Турдукове. Да. Была встреча с переводчиками, изучение материала, сравнение с немецким оригиналом, поскольку Джудэ свободно владел немецким языком. Да, точно. И его выступление о том, что вот наконец-то мы возвращаемся к нашим истокам. При живом Мао заявить, что это то, с чего мы все начинали. Да, не то, что Мао Цзэдун там написал. Да, с Маркса и с Энгельсом. Это был первый шаг в этом направлении. Эту линию продолжил Хуяубан, будущий генеральным секретарем. 110 лет со дня рождения Ленина, отмеченные в апреле 1980 года впервые. Массовые мероприятия в честь 100-летия Маркса, кончины его, марта 1983 года. Торжественное заседание памяти Маркса с докладом Хуяубана о том, что марксизм – это универсальная истина для всех коммунистов, включая китайский. На что ему начал отвечать Дэн Сяопин за явлениями о социализме с китайской спецификой. Да, и что марксизм – это не истина, это поиск истины, это некий путь к истине, где могут быть развороты, повороты, всякие закоулочки. Они универсальный метод научного познания. Да. Такая вот завалированная дискуссия. По мере реабилитации, расследования преступлений культурной революции, стало понятно, что Хуаго Фэн не усидит. И в июне 1991 года, 1981 года, 6-й пленум ЦК КПК принимает документ о истории КПК. С момента основания КНР, было бы выражено. Да. Хотя Чен Юнь, опять-таки, считал, что необходимо осмотреть в этом документе всю историю КПК. Не только основание КНР, а оснарождение партии. И причем он указывал, что надо максимально, вот он писал, что максимально указать роль КПСССР и КНР в этом деле. Максимально написать об этом надо. В отличие от Дэн Сяопина, который говорил, что вот этого надо поменьше. И что интересно, отчасти, Ей Дзяньин максимально жестко критиковал Мао Цзэду на культурную революцию, написав, что это была эпоха, как он написал, военно-феодального фашизма. Максимально жесткого. И военно-феодальной эксплуатации китайского крестьянства. Или военно-бюрократическая фашизма, что-то такое. Да. Нет, военно-феодальной. Военно-феодального фашизма и военно-бюрократической эксплуатации китайского крестьянства. То есть, был максимально жесткий. Что интересно. Да. Но при этом оставался на антисоветских товарищах. Да. Это не мешало. Интересно, как так получилось. Да. Ну, националист. Что же вы хотите. И вот в этой ситуации Хуа Го Фен был смещен с должности председателя ЦК КПК и председателя военного совета ЦК КПК. И третьим председателем партии, последним на данный момент, стал Хуя Аубан, совместив этот пост с должностью генерального секретаря. Полностью замкнулся на себя формальное управление партией. При этом должность председателя военного совета досталась Дэн Сеопину. То есть полномочия Хуя Аубана были изначально урезаны по сравнению с полномочиями его предшествия. Поскольку военные считали, что Дэн Сеопин ближе им будет. Конечно. Прежде всего не только по идейным причинам, но и просто по материальным причинам. Поскольку Дэн Сеопин никогда не считал, что нужно для армии что-то либо жалеть в плане денег. А концепция Хуя Аубана была другая. Он был дружен с маршалом Нежин Женем, создателем китайского ядерного щита, китайского ядерного оружия. И он полагал, что нам не 30 миллионов пехотинцев нужно, и не кавалерия, которая еще тогда была в НОАК, а сильное ядерное оружие. Современные средства его доставки этого будет достаточно, чтобы на Китай никто не нападал. Поскольку мы не хотим никому нападать. Да, в отличие от Дэн Сеопина, который в 1979 году напал на Вьетнам, на Социалистическую Республику Вьетнам. Чтобы таким образом кровью запарафинить союз антисоветский США максимально. Выгоду американским демократам. И получить за это максимальные плюшки в плане экономических инвестиций и максимального допуска китайских товаров на западные рынки. Чтобы служил как раз таки стартовой площадкой китайского чуда, так называемого. Да, да, да. Чудес не бывает на самом деле. И в этой ситуации Ху Яубан наметил партийную реформу. Первое. Отказ от должности председателя, коллективного руководства, секретариата в главе с генеральным секретарем. Никаких больше председателей. Перевод всех членов партии старше 80 лет в ранг советников. Создана была центральная комиссия советников, которую возглавил Дэн Сеопин. А потом он передал ее Чен Юню, когда увидел, что Чен Юнь слишком сильно против него выступает. Да. Таким образом, отправив его на почетную ссылку. Да. И он ушел в Шанхай жить, свой родной. Вот, значит, следующий момент. Нормализация отношений с СССР. И к целым с миром. Ну, с миром еще раньше, а с СССР это был 82-й год. Началось все в декабре 81-го года, когда польский генерал Ярузельский ввел военное положение. Американская администрация требовала от Китая судить. Дэн Сеопин был готов. Но на Политбюро потерпел поражение от Хуяубана, который заявил, что мы коммунисты, возглавляющие социалистическую страну. И мы не можем вместе с Рейганом осуждать коммунистов, которые спасают социализм у себя в Польше. Этот сигнал был очень четко зафиксирован в СССР. Тем более, что Суслов, главный противник китайцев после Хрущева, уже умер. Это был январь 82-го года. Его место заступило Андропов. Тоже антикитайский настроенный. Но уже поменявший свою позицию. Постепенно сам отменявший. Который добился, что в марте 1982 года в ходе своего выступления в Ташкенте Леонид Ильич Брежнев предложил компромиссный вариант взаимодействия. Мы подписываем с Китаем договор о ненападении. Строим принцип, как с нормальной капиталистической страной, на четырех принципах взаимоуважения. Не лезем в внутрипартийные дела. И что показательно, впервые за 20 лет китайский МИД по указанию Хуяо Бана официально заявил, что это интересная инициатива. Мы ее будем рассматривать и мы на нее будем реагировать. И действительно, в сентябре 1982 года, накануне 12-го съезда КПК, в рамках своего марксистского поворота, Хуяо Бан на встрече с иностранными журналистами заявил, что мы готовы рассматривать предложения, высказанные Брежневу в Ташкенте, как основу для переговоров и нормализации наших отношений с СССР. Мы с советскими людьми не враги. Мы нападать на Советский Союз не собираемся ни в каком случае. И у нас есть спорные вопросы по Юго-Восточной Азии, у нас есть спорные вопросы, связанные с ситуацией вдоль границы, но это все должно быть предметом переговоров, а не стрельбы братских народов друг в друга. Это было прорывное заявление, такого в Китае с 1963 года не говорил официально никто. И в програничном Хэй Хэ, когда он приезжал, наставил надпись почетную в отделении Параностана, что нет между Советским Союзом и Китаем никаких проблем, нет никаких противоречений. Это должна быть граница дружбы. И эту линию на 12-м съезде ему, вопреки Дэн Сяопин, удалось продавить. Дэн Сяопин отыгрался. Был в секретариате ЦК такой человек Дэн Лицуй. Однофамилец Дэн Сяопин, не родственник. Ну, примерно так же настроенный, который с подачи Сяопина развернул кампанию борьбы с духовным загрязнением. 1983-1984 годов. Ну, она называлась то с духовным загрязнением, то борьба с либерализацией, либерализмом западным и так далее. Так вот, что интересно, Брежнев уже тогда был в могиле. Андропов был генеральным секретарем и начал первые попытки нормализации конкретной взаимоотношений с КНР. Ну, в частности, вот визит Архипова, о котором мы говорили, Иван Васильевич, и не только. Критика китайского руководства в советской печати исчезла. Кстати, я говорю, что интересно, на последнем 16-м, ой, 26-м съезде КПСС, что интересно, Брежнев заявил, что в Китае сейчас происходят глобальные реформы, изменения. Ну, это был уже теперь год, уже как три года проходит политика реформы трудности. Судить об итогах, об итогах и о путях, то есть это за социализм, против социализма эти реформы происходят, да? Мы пока не можем, но мы, говорится, это принимаем и готовы сотрудничать. А затем процитировал, не называя автора, заявление Едзяньини о том, что была такая культурная революция, не называя, кто это сказал, что этими мнениями китайских руководителей мы согласны, нам к ним нечего добавить. Да. Вот. И тем самым изящно подвел некую промежуточную черту под тогдашним идеологическим советско-китайским спором. А вот, значит, и в этой ситуации компания борьбы против духовного загрязнения, это была компания против Хуяубана, пусть и не назывался он ни разу. Поскольку, с одной стороны, удар шел по интеллигенции, которая его всегда поддерживала, по студенчеству, с другой стороны, духовное загрязнение шло от советских ревизионистов, по мнению Дэна Литсуя, и стоящего за его спиной Дэн Сиалпин. То есть не только от противного Запада, но еще и против СССР. Да, единый фронт от Рейгана до Евтушенко. Учитывая, что, кстати говоря, что, интересно, Хуяубан был единственным, кто-то поддерживал стену демократии. Большой вот такой форум общественной инициативы, общественного голоса после смерти Мао, Оставки, Четверки, Третий Пленум ЦК КПК-11, когда Ху... Я забыл наследника Мао Цзэдуна. Хуагу Фэн. Хуагу Фэн, все. Когда его, в принципе, по факту отстранили. Именно с этого года является постепенное его отстранение от всех постов. Был этот форум такой максимальной широкой общественной дискуссии, где все желающие высказывались. А потом... Демократы, социалисты, демократы, либералы, консерваторы, националисты. Вот. И, ну, когда это было стрио против Хуагу Фэна, Дэн Сио Пин это поддерживал. Но когда, да, вспомнишь, что и Дэн Сио Пин тоже не очень хороший человек, на самом деле. Вот тот-то у него наступило прозрение. Тут он перестал быть сторонником демократизма. И даже внес изменения в законы и в конституцию КНР. В спешном порядке в 79-м году, запретив вывешивание Дэдзебао и все прочее. Да, да, да. И самого активного полициста Вейдзен Шэна он показательно наказал, репрессировал его. Очень жестко. И что интересно, только Хуя Аубан и впоследствии Джао Цзэян старались как-то эту всю тему смягчить и постараться найти некий консенсус между тем и данной ситуацией. Да, ну вот. И нормализация советско-китайских отношений пошла благодаря Хуя Аубану. Одновременно с этим были подведены итоги первых реформ в сельском хозяйстве. Впервые за всю свою многовековую историю китайские крестьяне смогли наесться досадом. Ну и весь народ в целом. Весь народ. Ликвидация народных коммун привела к изменениям не только населения, но и в городах. Кстати говоря, что интересно, первоначально же данный процесс ликвидации народных коммун прошел очень долго. С 78-го года где-то до 84-го или 85-го года. 84-го. Да, последние были народные коммуны, были распущены. Причем первоначально планировалось, прежде чем Чиньюнем, самым левым, на мой взгляд, из старшего поколения, попытаться просто перевести сельское хозяйство с моделей народных коммун на систему кооперативов. То есть то, с чего формально все начиналось изначально. Но выяснилось, что это не работает. Но выяснилось, к сожалению, что китайские крестьяне за все эти годы маоистских утопий окончательно, идейно, политически разуверились во всех формах коллективного хозяйствования. И очень быстро, по факту, сами крестьяне, что интересно же, подорвали систему народных коммун и любых коллективных форм хозяйства на селе. Не то, что Дэн Сио Пин был такой коварный, злодейский, либерал-приватизатор. Нет, сами китайские крестьяне снизу, как только они узнали, что умер Мао, отстранили их в четверку, Хуа Го Фэн тоже постепенно уходит на нет, сами постепенно самостоятельно стали подтачивать систему изнутри, снизу. И уже потом уже, когда уже из разных провинций поступили сигналы, что крестьяне самостоятельно, грубо говоря, разносят народные коммуны по отдельным участкам своим личным, дали уже добро. Поняв, что привезти все назад не получится, даже если захочешь. То есть нельзя будет направить китайскую армию, заставить всех опять строить народные коммуны. Не получится, иначе просто будет мордобой. И сказали, ладно, давайте начнем реформы. Причем, что интересно, активным начинателем подобных позволений начать подобные реформы были кто? Ху Яобан, Джао Цзиян, Иван из провинции Сычуань, Иван Ли из провинции Аньхой. Именно вот эта тройка была максимально демократически настроенной в китайском руководстве. В последствии все 80-е годы именно эти трое человек, грубо говоря, проводили курс на демократизацию системы. Генеральный секретарь Ху Яобан, премьера, впоследствии генеральный секретарь Джао Цзиян, и представитель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Иван Ли, глава парламента. Так вот, эти люди пришли к выводу, что нужно кардинальное изменение персонального состава руководства с точки зрения омоложения, и нужно переносить реформу экономическую и социальную в города. И в октябре 1985 года была вторая, через 30 лет после первой, Всекитайская конференция КПК, которая эти позиции приняла, изменила в политбюро, реформа начала осуществляться и в городах. Ну, формальные реформы начались еще за год до этого, осенью, нет, не помню, точнее сейчас, осенью или весной 1984 года, произошел третий пленум ЦК КПК 12-го созыва, который начал формально переводить реформы с села в город. Эксперимент тогда это был назван, и для того, чтобы эксперимент закрепить, собрали все китайскую конференцию КПК. И на этой же конференции в политбюро появились такие люди, как, например, Ли Пен, зам премьера госсовета КНР до этого министра энергетики, а впоследствии премьер-министр, долголетний китайский премьер. Ну, он был человек совершенно не харизматичный сам по себе, но хороший чиновник-исполнитель и, что немаловажно, сын погибших революционеров, к воспитывавшейся в семье бездетного Джо Уинь-Лая. В этой ситуации стало понятно, что котел перегревается, не только экономически, но и политически. А социальное неравенство после старта реформы в городах резко возросло. Особенно в крупных городах, где есть университетские центры. Причем, что интересно, когда центры в реформе были села, а город не трогали совершенно, крестьяне повысили свое благосостояние очень сильно, прям очень сильно рванули вверх. А когда реформы перешли в город, о селе забыли. Продолжали брать серьезные налоги с них, а про помощь совершенно забыли, учитывая, что колхоза, народных коммун и кооперативов уже не было. В лучшем случае, что интересно, все равно сохранялись так называемые поселковые и областные предприятия, которые формально были кооперативами, но уже не занимались сельскохозпроизводством, а занимались разного рода мелкой промышленностью на селе. Но де-факто, конечно же, их возглавляли местные воротилы. Ну, понятное дело, которые сросли с спортивной амбутатурой. Как и у нас перестройку, к сожалению. Ну, естественно. Вот. А Китаю просто повезло, что там не было такого дубового мужика, как Егор Кузьмич Лягачев, разрешившего единолично беспленному ЦК кооперативное движение, которое и размыло советскую власть. В этом Китаю повезло. Так вот. Соответственно, в политбюро тоже шли напряжения. Ху Яубан как генеральный секретарь. Руководитель секретариата и воргоотдела, фактически второй секретарь, Чи Зин Сюнь. Отец Си Цзиньпиня, Си Цзиньсинь, и член политбюро и секретариата ЦК Ху Ци Ли выступали совместно. Против них по ряду позиций слева выступал Чэнь Юнь вместе с Липеном. И справа очень сильно давил Дэн Сюрпин вместе с Едзянинем. Едзянинь в конце концов отошел от дел по возрасту и умер в 1986 году. Но влияние Дэн Си Цзиньпина было на армию определяющим. И формально, и фактическое. И когда в декабре 1986 года состоялись студенческие беспорядки, которые стартовали как раз у Ван Ли в провинции Аньхой, потом распространились по стране, это было использовано как формальный предлог обвинить в них Ху Яубана, хотя не он их организовывал. И вынести вопрос на постоянный комитет Политбюро, где Дэн Сяопин, Бо и Бо и целый ряд других при поддержке Чэнь Юня выступили за отставку Ху Яубана. Единственным, кто его защищал, был Си Чжун Сюнь, отец нынешнего китайского руководителя Си Цзинь Таня. В результате Ху Яубан добровольно подал в отставку с должности генерального секретаря. Осенью того же 1987 года на 13-м съезде КПК генсеком полноправным был избран Джао Цзиян, но сам Ху Яубан сохранил пост члена Политбюро. И главным пострадавшим оказался как раз Си Чжун Сюнь, которого из Политбюро и секретариата убрали. Правда, с почетом, по возрасту, типа как ветеран революции, но 74 года для Китая это не важно. Учитывая то, что Дэн Сяопин был Си Чжун Сюнь на 10 лет старше и сохранил свой пост. Да, Дэн Сяопин, конечно, всех спровадил на пенсию, но сам очень глубокий пенсионер до конца был в власти. До самого конца. Да, и кстати, отставка Ху Яубана была связана и с тем, что он открыто заявлял, что возраст порога 80 лет отставка надо понизить до 70. И всех, кто старше 70, отправлять на заслуженный воздух. Ну и к тому же он инициировал огромную антикоррупционную кампанию, из-за которой на хвост сели многим сынкам, дочерям, племянникам, воюрным братам разного рода больших людей. И даже большим людям, то есть министрам, провинциальным партийным секретарям, губернаторам провинции. Причем открыто, гласно, с разоблачением в печати, с вмешательством народных масс, с посадками. Стартовало это с него. Так что нынешняя антикоррупционная кампания Си Цзиньпиня это продолжение того, чего начиналась... Не инновация. Хуя ума. Не первый эксперимент, да. Да, вот он остался членом Политбюро. В этом качестве... Но членом Политбюро, как говорится, без портфеля. То есть ничего конкретного ему тоже не дали. Ну 72 года, чего ж тут. Сам не взял. Да и здоровье было не очень-то хорошее. Да, он, как говорится, был очень сильно эмоциональный. Но это его эмоциональность, либо в кострому, оказалась на сердце. Да, да, да. И он ездил, правда, как член Политбюро и член постоянного комитета Всекитайского собрания народопредставителей по стране, где его встречали очень хорошо. Был ряд поездок в 1988 году. Очень... Старца маршал Миньин Джинь также сказал о нем, что все, кто как-либо сталкивались с Хуя Обаном, не могли ничего сказать о нем плохого. Это верно. И он, как я сказал еще, понял, что имя Хуя Обан для него это символ честности, по факту. Золотое сердце, сказал маршал Миньин. Да. Причем, действительно, жена его работала модельером, потом возглавляла стильные предприятия. Все его сыновья тоже работали, не бизнесом занимались. Причем работали абсолютно честно. Многих других сыновей, дочерей и тому прочее. Да, да. Любимых. Наследников Дэн Сиопина, например. Да. Кстати. Вот. И, естественно, в этой ситуации Хуя Обан был обречен покинуть политическую сцену. Он ее покинул 15 апреля 1989 года, прямо на заседании Политбюро. А с ним произошел инфаркт, откачать его не удалось, хотя сидевший рядом с ним кандидат члены Политбюро и руководитель пекинского военного округа пытался оказать ему первую помощь. Но сердце не выдержало. Там, как раз, я пожелал вопрос об образовании в стране. Образовании, да. И, как говорится, как и в целом в китайских реформах, экономический рост предпочли, чем нежели социалку. Социалку, так всегда, Хуя Обан в детстве выступал, помервничал, и его, в общем, схватил сердечный приступ, инфаркт. Ну, разумеется, это было никакое не убийство. Но слух об убийстве Хуя Обана распространился среди китайского студенчества, и начались известные события на Тябе. Да. Когда Хуя Обана хоронили, то Джао Цзиян, генсек тогдашний, выступал с речью, был официальный некролог, официальный документ. Освидетельствующий о его огромных заслугах перед коммунистическим движением Китая и Китайской Народной Республикой. К сожалению, после этого имя его было предано заблению. И только появление в качестве генерального секретаря Си Цзиньпиня возродило интерес к наследию Хуя Обаны. Хотя, не согласен с этим, поскольку еще в 2005 году, на его круглую годовщину, была его первая реабилитация, еще поколением, в 2004-м. Ну, термин реабилитация неверен. Его не предъявляли. Ну, де-факто. Де-факто, я им говорю, реабилитация, да. Еще проводилась, которая проводилась с тогдашними лидерами Китая Ху Цзиньтао и Вэн Зябао, которые были возвращены именно Ху Яобанову и Джао Цзияном в 80-е годы. А один момент, Санат. Маленькая поправка. Ху Цзиньтао, как генсека, председатель Китайской Народной Республики, не прибыл. Главным выступающим был премьер Вэн Зябао. Нет, нет, даже не он. Он там был, но он не выступал. Уступал ли вице-председатель КНР Цзинь Цзиньхун. Так вот. Хотя он хотел туда приехать. Но Цзинь Цзиньминь посоветовал не приезжать. Он согласился, что пусть проводится, пусть будет Вэн Зябао за тебя, но ты там не будь. Прямо Вэн Зябао молчи. Учитывая, что всегда, особенно Вэн Зябао этим славился, он всегда любил выступить и выступить с таким политическим подтекстом, что культурная революция в наших условиях может произойти вновь. Чтобы этого не произошло, нужны политические реформы и демократизация партии. Он всегда этим славился, Есть еще один. И Вэн Зябао поддерживал. Но он для Вэн Зябао всегда его блокировал. Когда Хуяо Бан умер в 89-м году, Урну с его прахом вдове после официальной церемонии привезли два человека. Один из них был Си Чжуньсюнь, отец Си Цзиньпиня, а вторым Вэн Зябао на тот момент заместили заведующего оргаделом ЦК КПК. Это символическое. Ну еще вместе с Джао Цзияном Вэн Зябао присутствовал во время так называемого неофициального общения с протестующими студентами в Луччане Мэнь. Единственного такого неформального общения. Это было последнее явление Джао Цзияна народу, после которого его судьба была окончательно решена. Намного более жестче, чем с Хо Яубаном, к сожалению. Он до сих пор не реабилитирован в этом плане. Хотя уже давно ушел из жизни. Да, в 2005 году, если не ошибаюсь, в это время был под домашним арестом. И что интересно, так же, как и Хрущев, он смог надиктовать мемуары на подзапись. В Соединенных Штатах Америки. Да. Соответственно, в 2005 году была вот такая прелюдия, а уже в 2015 году столетие со дня рождения Ху Яубана отметили с размахом. Да. Был Си Цзиньпинь, фатальная рементация полная. Генеральный секретарь выступал с речью, то есть... Все политбюро сидело. Да, да, да. Абсолютно все. И это уже был знак признательности и уважения к его заслугам со стороны не только китайского руководства, но и всего китайского народа. Окончательно, то есть человек реабилитировали по полной. Да. И мы, когда говорим сейчас о Ху Яубане, отмечаем его приверженность нормализации отношений Китая с Советским Союзом, его приверженность идеям марксизма. Тот лозунг научности, научного подхода и научного мировоззрения, который сейчас популярен в Китае, начался именно в период руководства Ху Яубана, был выдвинутым как генеральным секретарем ЦК КПК. Его вклад в реабилитацию жертв к культурной революции и восстановление справедливости, его непреклонную веру в свет идей Великого Октября, озарившим китайскую революцию в том числе, о чем он сам неоднократно публично говорил. Это был честный коммунист, интернационалист, марксист, большой друг советских людей, повторюсь еще раз, человек, очень много сделавший для китайского народа. Пусть даже в России он и неизвестен. Надеюсь, наша с вами программа Сонат несет свой небольшой посильный вклад в восстановление исторической справедливости в истину. Насчет известности в эсферографии хотел бы добавить, что на русском языке единственным исследованием биографии и вообще упоминанием, к сожалению, личности Хуа Яубана является исследование Юрия Михайловича известного советского и российского китаеведа, практика. Автора книги Сталина Мао, он присутствовал на этих переговорах. Он был переводчиком Сталина Мао, после всего Крущева Мао и так далее. После его смерти я, к сожалению, пока не вижу кто-либо занимался данными тематиками. С точки зрения научной методологии любой, это считается узкой научной базой под исследование нормальная. Для какого-нибудь научпопа или публицистики это прекрасное количество источников. Согласен. Учитывая, что на китайском языке это не какая-то переводная биатристика. Согласен. Но с учреждением, конечно, глубокой, серьезной науки, конечно же, Юрий Михайлович в этом плане отображает себя больше практика. Пристрастного в этом плане отчасти нельзя ему в этом плане отказать, что его ненависть к Мао Цзэдуну, условно говоря, выше любого антикомптического пасплили в этом плане. Ну, она обращена, потому что, в принципе, в книжке Сталина Мао он очень четко показывает, каким тактом умом и терпением обладал Сталин, чтобы добиться все-таки своего от Мао Цзэдуна. Учитывая, что Галинович лично послал от Мао Цзэдуна формально. Ну, формально, конечно, его избивали Хонгвейбины пекинские, но, де-факто, мы, конечно, понимаем, что за всеми этими провокациями вплоть до избиения советских дипломатов в семье стояли Мао Цзэдун, Кан Шин и прочие. Конечно, а как иначе? Да, к сожалению. В западной стереографии, к сожалению, также, что интересно, Оху Яубани Джао Цзэяне целенаправленных таких работ биографических тоже нет. Есть отдельные упоминания этих личностей, и то лишь в плане либерального дискурса, что вот есть Дэн Сэлпин, Чэнь Юнь, условные такие страшные А вот есть Ху Ябан, Джао Цзэян, которые были демократами, либералами и так далее. То есть коммунистов либералов сделали. Ну, так сказать, я не соглашусь в вашем представлении. В рамках западного дискурса. В рамках западного дискурса, несомненно. Но я с вами тоже не соглашусь в плане в том, что в вашем представлении Ху Ябан, Джао Цзэян являются коммунистами настоящими. На мой взгляд, к сожалению, эти личности являлись скорее демократическими коммунистами антимаоистского толка. Но этот их антимаоизм привел их из лагеря демократического коммунизма в лагерь демократического социализма о последствии из социал-демократии. Например, я это сужу по так называемым тиренным тирадям Джао Цзэяна. Как он? К чему он пришел после всех событий? После Тянь Аймэнда и так далее. К чему он во время пришел? Я действительно, мы говорили о Галиновиче, надо сказать ему спасибо, что он первым перевел на русский язык и опубликовал выдержки из мемуаров Джао Цзэяна и Ху Цзэли. Это его большая заслуга. Джао Цзэян, да, без сомнения, вот то, что он пишет в переводе Галиновича, я читал эти работы, это отход от изначальных марксистских идей в сторону запада. но все же. Да. Хуя обо мне. Вы считаете, что он в этом плане не перешел на позицию социал-демократии? он пережил бы Тянь Аймэнь, может быть, и перешел, но он вовремя умер. Ну, только раз, что из-за этого. Да, ну, я думаю, что нет. А может, это просто вот именно тенденция развития их, именно там плодоваясь, давайте уж мы подведем здесь некий баланс. Хуя обо был больше коммунистический партийный политик, Джао Цзэян был больше хозяйственный руководитель. Политического чутья у него не было, и, в общем-то, поэтому его пребывание в должности генсека было такое скоротечное и бесславное. Будем называть вещи своими именами. И прагматика взаимодействий с крупным бизнесом, включая китайский, перевешивала у Джао Цзэяна идеологические моменты. У Хуя обо оно было наоборот. Я бы видел здесь между ними все-таки некоторую разницу. А вот в деятельности Си Цзиньпиня мы наблюдаем обе эти тенденции. Синтез, с одной стороны, борьба за чистоту партии, борьба с коррупцией, борьба за научное знание и марксистский взгляд на мир. Но есть это у Си Цзиньпиня официально, в общем-то, да? Это он взял от Хуя обана. А промышленно-экономический и внешнеполитический прагматизм, назовем это так, ну, это уже Джао Цзэяна. Это ближе уже к нам. Я бы добавил, что в плане военной и внешнеполитической темы он все-таки на мой взгляд является права тенденции Альпина и Мао Цзэдуна по расширению великодержавного контроля над миром, можно дороже сказать. Да, конечно. Не только над Восточной Азией. Да, конечно. Тут сомнений нет, но не в маоиской идеологической милитаристской форме, а скорее в форме экономической экспансии. Ну да, один путь, один путь. То есть, опять же, все-таки не столько Мао Цзэдун, сколько Джао Цзэйен, который, как премьер, любил ездить по европейским столицам. Ну, Хуя Обан тоже любил ездить активно по западному миру. Не совсем так. Правда, встречаясь с генсеками Кумпартии, там уж не менее. Да, Хуя Обан любил больше все-таки ездить на восток. Филиппины, Япония. Ну, и на западе тоже он активно фигурировал. Ну, не так активно, как Джао. Он даже отчасти западные СМИ, то ли в поездке в Париж, то ли в Рим, он как-то порвало таз, он просто любил откровенничать перед всеми. Он в этом плане был честный человек, в этом точно не откажешь. Любите вы Хуя Обана, не любите вы Хуя Обана. Это в нем всегда было признаваемо, что он был эмоциональный и честный человек. Он как-то сказал, что вот с 17-го, как бы сказать-то, с 17-го года с октябрьской революции начался путь социализма де-факто, да, ну, именно как вправящая система. Вот. А вот к чему же мы пришли? Это был начало 80-х годов. К чему же мы пришли? Согласно Ленину, там, да, вот, что путь, победа социализма и коммунизма неизбежна по мере победы продавительности труда в странах социализма, национального капитализма. Но что мы видим сейчас? Мы видим сейчас то, что в странах капитализма до сих пор лучшая продавительность труда, больше производств, современных научных воззрений и так далее. К сожалению. Ну, так... Вот таким вот вопросом вот западные СМИ постоянно хвалили Хуяубана то, что вот человек признал поражение социализма в мире. Западные СМИ писали об этом. Не побоюсь провести параллель. Ровно в те же годы, ровно о том же на заседаниях Политбюро говорил не кто иной, как Юрий Владимирович Андропов. Другое дело говорил для того, чтобы сказать, что вопрос производительности труда ключевой для экономического соревнования двух держав. Пока мы не разберемся с производительностью труда, ничего у нас не будет, мы будем отставать от Америки. А разобраться мы можем, только если подтянем тылы и наведем порядок в снабжении людей товарами народного потребления, повышении уровня жизни, иной социальной политики, а тогда они и заработают уже лучше, иначе у них будет стимул. То есть тут все зависит, так сказать, не от самой постановки вопроса, а от того, какие идут выводы. И я не думаю, что у Хуя Абана шли выводы от этого, что надо нам, так сказать, в Китае развернуть капитализм в духе Дзяндзимина или Дзяндзялпина. Нет, точно уж нет. Точно уж нет. Точно уж нет. В этом плане я бы хотел добавить, что также у Хуя Абана есть также позитивный момент в плане межэтнических отношений в Китае. Он в этом плане был сторонником все-таки равноправия ханьской ханьского суперэтноса и национальных меньшинств. Перед всего тибетцев, уйгуров, монголов и прочих-прочих всех. Не вся хуэйские, гуанцы, 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 автонеры. Создание же специального госкомитета по делам национальностей и наделение его председателя в 1980 году в сентябре месяце должностью вице-премьера. Отзыв огромного количества ханьских руководящих специалистов из этих регионов домой и увеличение представителей местных народностей в руководящих органах партии правительства местных и данных регионов. Ну, то есть элементарнейшее восстановление той национальной культурной автономии, которая изначально обещалась Мао Цздунам этим народностям и оснований КНР. КНР все-таки осуществлял. Да, первые. Но в последствии все это поменялось на великодержавный ханьский шовинизм. И только Хуяубан опять начал это возвращать. Но, к сожалению, в 2016 году Сизиньпин опять начал закручивать гайки на эту тему, заставляя детей в школах учить только ханьский язык и забыть про свои языки и культуру. К сожалению. Но это уже мы выходим далеко за рамки нашей темы. Наверное, настала пора прощаться. Мы желаем нашим зрителям всего самого лучшего. Надеюсь, наша долгая программа не утомит их, не загонит сон и вызовет интерес. Ну, а если будут какие-то пожелания по дальнейшему, то, наверное, в очередной из приезда в Сонат в город трех русских революций мы их с помощью Дианы Александровны и Ленинградского интернет-телевидения попытаемся реализовать. Учитывая, что биографии настоящих китайских коммунистов, подчеркиваем этого, ну и, по крайней мере, дружественно настроенных к нам демократически ориентированных китайских политиков КНР и КПК, много большей, чем один Хояубан, это лишь начало, скажем так. Спасибо вам, до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова